Виктора Олеговича Пелевина 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 Виктор 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 Олеговича Пелевина и решит, что Пелевин – это всегда пессимизм, Пелевин – это всегда страшно, это всегда чернуха, Пелевин – это всегда определенного рода углумление над светлым образом сексуального и так далее. И он взял бы эту самую вещь и написал. Вот примерно так этот человек эту работу или это задание и выполнил. Редактировал ли текст сам Пелевин, или он просто поставил определенного рода эксперимент, в рамках определенного рода стерва, я не знаю. Но мне кажется по определенному роду стилистическим особенностям и по всему прочему, и вот именно о таком, знаете, понимаете, роман похож на неудачное подражание Пелевина как бы саму себе. Вот именно он такой, совсем. И вот эту странную точку зрения очень непохожую, но мне кажется, что она совершенно справедлива. Я пытаюсь высказать. Я опять подтверждаю вам, под конец моего краткого выступления, что Бэтмена Аполла Виктор Олегович Пелевин не писал сам, а скорее всего отдал собственное имя и собственное творчество на аутсоксинг. То есть, на самом деле, у тебя аргументы те, что стилистически это слишком прямое подражание тому, что было раньше написано. Да, и грубое, практически шаржное. То есть, берется вроде бы то же самое, но ты делаешь это в такой степени, что это превосходит не в глум Пелевина, который бывает иногда очень тонким, замечательным, а превращается в какую-то дешевую или противоположную. Там есть удачные моменты, безусловно. Потому что, собственно, Пелевин к этому приложил, собственно, руку в каком-то смысле. Но похоже, что человеку он решил заняться данным шиппингом, да? То есть, он решил, что новость Эдуарду Тополю в каком-то можно, или Федрику Незнанскому, или Дарью Ронцову, который является цехами. Нет, там и другое, да, там эти имена, что ты называешь, это просто торговый марк. Да, и Пелевин тоже стал торговой маркой. И он это осознаел. Ведь Пелевин, одной из самых интересных его особенностей, это принципиально несерьезное отношение к собственному творчеству. Вот он к всему серьезно не относится никогда. Всеми силами это всякие показывается. Поэтому этот фокус отдать, собственно, имя на аутсоурсинг и попросить какого-то человека написать роман, который является, по сути, продолжением. В Пятый империй этот мир разработан детально. Его не надо разрабатывать знания. А мир Снафа – это, по-большому, новый мир. Все остальные мира тоже, когда они, одинаковые. Пелевин до этого никогда не повторялся. Хотя там, безусловно, были единые персонажи кое-где встречались и так далее. Все это было. А здесь было написано тупо просто продолжение. Ну, как часто видим сериал, что снимает. Один режиссер, а потом сиквел. Остальные серии снимают. Ну, там это откровенно все делается, собственно. Ну, у нас, если верить его графу Т, как у него это дело описано, это делается неоткровенно, безусловно. Но вот он описывал некую ситуацию, что графа Т персонажа некоторого бульварного чтива пишет бригада, точнее банда авторов каких-то, а потом она побеждает и начинает писать их, наоборот. Таким образом. Это вот в графе Т тоже то, что было. А здесь вот этот чисто Пелевинский ход, по-моему, был использован. Я, может быть, и не прав, но у меня что-то есть полное убеждение, прочитав и подумав, что Виктор Олегович Пелевин является автором текста, изданного по-другому имени. Ну, здесь, мне кажется, одна проблема есть, и она не только Пелевина касается, а, в принципе, касается взаимоотношения автора и читателя. Это взаимоотношение всегда очень амбивалентно. С одной стороны, как бы читатель ответственный за то, что пишет, и если он это делает как-то там, ну, сравнодушно делает или как-то там мошеннически обманывает и прочее, то вроде как он в этом выказывает какое-то неуважение к читателю. Так кажется, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, со стороны писателя, всегда вот это вот потакание читателя, вот эта вот зависимость от читателя, она выглядит всегда жалко. Потому что автор все-таки творец, да, и он должен писать то, что он хочет, а не то, что ждут от него читатели. И вот эта вот амбивалентность взаимоотношения автора и читателя, она вот, то, что ты рассказываешь, она в этом как бы вот ярко выразилась. На самом деле, если взять наши семинары и взять вот наши... Мы с тобой однажды там сидели и отвечали на вопросы читателей, типа, да, мы же тоже там высказали, что нам как бы мы делаем все эти видео для самих себя. И с одной стороны, это выглядит как неуважение к зрителям, да, вроде как, да, вроде как все, всякое видео, которое выставляется на Ютьюбе, да, и на некоторых общественных площадках, вроде как нацелено для зрителей. Мы должны всячески ему потакать, да. Если зрителю что-то непонятно, если зрителю хочет что-то попроще там, или там какие-то другие темы, то вроде мы как-то должны вроде прогнуться, как и все сделать для этого зрителя, да. То есть зритель здесь главное лицо и потребитель. Но на самом деле мы здесь не выражали никакого неуважения к зрителю, а на самом деле просто выражали уважение к самим себе. Потому что если мы пойдем на поводу зрителя и будем ему потакать, то тем самым мы как бы сами себя предадим, да, предадим некие ценности, которые мы придерживаемся, предадим те интересы, которые мы лично исповедуем и так далее. И вот эта вот амбивалентность между всякий раз, между творцом, да, и потребителем творчества, оно вот всячески проявляется. Не только у Пелевина, как я говорю, даже у нас. И она вот вся в разных формах, она выражается. И мне кажется, что то, что Пелевик, как ты говоришь, скептически или как бы, так сказать, несерьезно относится к своим писаниям, иронически, это во многом вот именно такая поза, что я не пишу для читателей, понимаете, а я как бы осуществляю некое творчество, которое мне самому интересно. Ну вот не так. Вот его скепсис, он другой характер, он принципиально. Он никогда такого не говорит, там нету такого снобизма. Нет именно... Нет, это не снобизм, это уважение к себе. Нет, 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 а мне это речь, не уважение к себе именно. Вот у Пелевинского скепсиса, он все другого вообще, ты говоришь. Да, это просто прикол для него. Ну вот как-то... Смотри, я бы так сформулировал. У меня тут только интуиция, я не сильно знаю Пелевина как автора, и тем более как человека. Но мне кажется, что вот эта позиция, что автор хочет что-то сказать, может быть, ты занимаешь такую позицию, но Пелевин точно ее не занимает. Он не хочет ничего сказать. Вот у Лев Толстой, он хотел что-то сказать, да? Его роман, это был месседж обществу, миру. Он выражал какую-то свою точку зрения. Пелевин, по-моему, ничего не выражает. Ну это же говорит о том, что тот человек, который ничего не выражает, тем не менее говорит, он же просто пустой человек, да? Ведь все, что мы делаем... Какая проблема? Ну это как... Указывает на нас самих всякий раз. Нет, безусловно, он что-то хотел сказать. То есть, ну, конечно, Сигарь прав. И в том смысле, и в смысле и поповеди. Не поповеди, как Лев Толстой. Безусловно, по-моему, я хотел сказать. Вот он читает современную французскую философию, в очень много, в больших количествах, ухитряется продавать ей такую замечательную литературную обработку. Ну вот она из его вещей. Ну вот, но, собственно, персонажу, то есть к самому себе, он... Лев Толстой, например, да, все-таки, его отношение к себе серьезное. Ну, все жалею. Безусловно, хочет сказать что-то, но его отношение к самому себе принципиально не серьезное. Буддист, что с ней возьмешь? Вот не принципиальное к собственному я отношение, и все. Это другая установка. Это то, что мы приняты описывать собственным я, некой определенностью, является для нас, как некого существа, или пуска бытия, или пуска свыщего. Несущественно. Здесь, Настя, на самом деле, есть противоречие, которое Ницше усматривал у Шопенгауэра, да? Шопенгауэр вроде как своей идеей говорил о том, что жизнь ничего не стоит, как бы, да, и вроде как цель жизни состоит, чтобы быстрее умереть. Здесь такая же логика. Если человек пишет, и тем не менее, ему наплевать, что он пишет, это немного как-то странно, да, мягко говоря. Но если ты себя относишь несерьезно, и считаешь себя за пустоту, ну, и оставайся пустотой. Зачем ты порождаешь тексты? Понимаешь, вот само порождение бесконечных текстов, оно указывает на то, что что-то не так. А он, можно сказать, и потому что то-то дает мне свободу, это дает мне свободу, чтобы зарабатывать жизнь. Нет, просто я указываю на твою интерпретацию, что она как-то не соответствует тому, что человек порождает текст, и не может он к этому порождение... Она коренирует именно с тем, что я сейчас говорю, что Бэтмен Аполл сам Филлер этот роман не писал. Ну, у тебя есть разработка. Это частность, это частность. Я взял его и отдал на аутсорсинг. Лев бы Толстой не отдал бы на аутсорсинг. Понятно, что Лев Толстой бы ни за что не отдал бы на аутсорсинг. А он не отдал. Ну, это же можно еще проще понять, понять, что человек просто деньги зарабатывает. Сначала он работал на имя, а теперь имя работает на него. Понимаешь? Но я не хочу к такому простоте скатываться. Это было бы в упрощении ситуации, как бы кажется. Это тоже не так все-таки. Это тоже все-таки не так. Нет, с другой стороны, может быть, это имеет смысл именно как раз в отношении того, что он буддист. Вот смотри, если ты дистанцируешься от своего «я», помните, как у нас Палибок в США любил шокировать публику словами, что «а я, вот домашнее задание, дома придете, и свое «я» слить нужно в унитаз и смыть. Не нужно никому это «я». Значит, смыть и слить. Все, чтоб больше не было на следующем занятии. Ну, действительно, некоторое скептическое отношение, гилионическое отношение к собственному «я», понимание, что это не выражает никакой твоей сущности, это всего лишь некоторое скопление дхару. Ну, да, если встать на такой позиции, то тогда ты можешь со своей личностью автора поступить таким образом, что просто написал не ты. Но это тебя-то не заденет. Это задело бы, если ты был личностью по имени Пилеев. Да, это точно, да. А если ты личность, которая типа Пилеевин, ну, это типа можно перевесить, как бы, и дать на прокат. Да это все понятно. Я понимаю, почему, может быть, дало на прокат. Я не согласен с тем, что Пилеевин относится к себе несерьезно. Потому что даже сквозь его иронию, как бы, и даже, может быть, скепти, если насмешку над собой, все равно проглядывает это изначальное вот это вот «смотрите, какой я», понимаете? Все равно проглядывает, все равно поглядывает уважение перед самим собой. Такого не бывает просто. Невозможно, на самом деле, находиться в позиции насмешки над собой и, тем не менее, гордиться тем, кто насмехается. Это старая вот тема, что невозможно занять позицию, да, вот, такую. Такой позиции не существует. А из чего ты думаешь, что он гордится собой? Ну, потому что он текст продуцирует. Если бы он, на самом деле, реально осуществлял бы негацию самого себя, он бы ничего не продуцировал бы. То есть, так же, как Шоппингар, ничего не стоит, то надо было себя просто убить тогда. А не сидеть, как бы бесконечно плодить философские тексты. Не обязательно. Это вот, как знаете, такой вопрос, почему Будда, когда просветлился, не ушел сразу в нервату. Он остался для того, чтобы нести истину другим людям. Но он все-таки в серьезном отношении находился. Когда ты говоришь об истине, это все-таки... А мы говорим о том, что он находится в неком роде скепсисе, в некотором роде насмешке. Он относится, да, к себе, к личности, к психологическому... То есть Будда, который несет истину, все равно находится в уроне. Я типа несу вам истину. Но это на самом деле ерунда. Не по отношению к истине, по отношению к себе. Кстати, я думаю, что Будда вполне себе было ироничным по отношению к себе. И это как раз не проблема. Не знаю. Мне кажется, это слишком серьезно к Леве на отношениях. По-моему, это просто шоу-бизнес. В шоу-бизнесе любые финты могут быть. Чем больше скандал, тем лучше. Мы пытаемся... Не, не, не. Он не так. И так бы было, он давал бы интервью и показывал себя людям по телевидению. Он не дает интервью и не показывает людям себя по телевидению. Билей просто пример некой ситуации, которую мы хотим понять. Понимаешь? Есть еще... Вот я понимаю твой аргумент, Игорь. И он как бы хороший. Но есть еще случай Деррида, который тоже ведь много лет не давал интервью и не показывался публике, что называется. Да не только Деррида. Много таких было. А потом... В какой-то момент он посчитал нормально, как бы ожидание интеллектуальной публики уже накопилось. Что это там за Деррида такое? Все вроде бы как про него слышали, все его читали, но никто его не видел. И потом он попер на телевидение, он стал медиафигурой и все стало нормально. Это стал обычным шоу-бизнесом. Вот. Может быть, Пелевин тоже ждет своего... своего часа зрелости, а потом станет нормальной певицей-мадонной. Ну, не знаю. Думаю, нет. Не знаю, Игорь. Я вот прочитал всего один роман, Пелевин, Числа. Да, Числа или Цифра. Ни одной мысли там и нет достойной. Да? Ну, не надо так... В литературе не надо так жестко относиться. Сказать, что в литературном произведении нет мысли, это ничего не сказать. Ну, это просто мусорное произведение, он совершенно ни к чему. Литература не должна обязательно мысли не степать. Это просто уровень, вот как вот, желтый пресс и все. В литературе. Ну, я об этом говорил однажды. Такие цифры, в общем-то, в стильном подпитии я могу написать. Что это просто эпатирующее, шокирующее, специально как бы будирующее, некое родное впечатление, там, это провоцирующее читателей. Это чтиво. Я тоже так высказывался. Но мы сейчас, как бы, я считаю, что главная тема не Пелевина, главная тема, вот, понять соотношение автора, да, как бы, и творимого им произведения, потому что это соотношение, как мне кажется, не так и реальное. Ну, с другой стороны, то, что ты воспроизвел в качестве образцового отношения, это такое романтическое отношение автора к своему творению. было множество других типов отношения автора к творению, поэтому ты, пожалуйста, как бы, учитывай это. Нет, я и предлагаю, как бы, высказать другие мнения, это все понятно. Ну, вот, я в данном, в этом пункте я с Игорем согласен, я думаю, что как раз именно скептическое отношение к своему авторству и к себе как к личности очень согласуется с тем, что мы знаем о Пелевине как о буддисте, вот, согласуется со стилистикой его произведений, я думаю, и таким образом, раз так, то может, тут мыслим, как бы, не противоречиво поступить со своей личностью, что дать ее поносить другому. Не вопрос. Да это я понимаю, просто не выглядит ли это тогда так, что Пелевин дурачит своих читателей и издевается на них. Нет. Что он и как бы не уважает. Ты опять серьезно относишься. Нет, я понимаю, ну, как бы, считатель бы и будет так серьезно относиться. Он пытается, допустим, как Валю услышать от писателя какую-то мысль. Вдруг неясняется на самом деле, что его дурачат. Нет, безусловно, Пелевин к своим читателям относится очень плохо. Это бесспловно. Я-то пытался его оправдать как раз. Я пытался понять это плохое отношение в кавычках на основе того, на самом деле, что просто писатель хочет остаться самим собой. И то, что если... Не уважает это, это действительно такое... Если получается как бы читателям как бы иногда не очень удачно, да, со слушателем не очень удачно, то просто потому, что я хочу остаться самим собой. Понимаете? А это... Даже если слушатель или читатель от меня что-то требует, я все равно хочу настоять на своем. Ну вот здесь позиция совсем долгая. Долгая у тебя основа. Буддист, одним словом, чувствует. Я думаю, что он не буддист, потому что, как бы, если бы он был буддистом, его творчество просто опозорит любую религию, даже самую ущербную какой-нибудь сатанизм или там язычество. Поэтому никакой не буддист. Просто есть некий социальный заказ вообще в обществе на таких писателей. Их сейчас всемирно поднимают, которые просто льют грязь нам на голову. И они нам пока доказывают, что все мы скопли и свиньи. Вот я с тобой солидарен, потому что я это же и высказывал, что человек, конечно, у мира есть сторона грязная, условно говоря, задний проход. И, конечно же, каждый раз можно педалировать и говорить, что смотрите, везде этот задний проход присутствует. Но мир на самом деле не устроен так, что везде задний проход, кроме этого много чего хорошего есть. Я думаю, что у нас в стране достаточно много людей, у которых есть мысли, может быть, даже есть какие-то романы, которые написаны столом, в котором просто это действительно романтизм. Это не романтизм, почему? Потому что я-то как бы... Сейчас можно издать любое произведение, даже сумасшедшее. Все-таки есть же знаменитый доклад этого... какого? Директора ЦРУ, как его? Ой, господи, вылезь у меня из головы. Много их было. Много их было. Ну, ты скажи смысл доклада, люди поймут. Ну, что мы будем поднимать там, что мы подменим ценности русских на фальшивые, будем поднимать этих там... Кейсичных. Производителей... Производителей... Нет, это ДАУС. ДАУС, да. Производителей... Производителей литературы, искусства, которые будут проповедовать самые низменные стороны человеческой... Ну, ты, Валя, слишком углубиться. Ну, что, еще что-нибудь, да? Или все? Ты же этот хозяин. Нет, ну, все тогда. Давай, включайся. А что так мало? А что, чем много-то надо быть? Мы высказали... Нет, тут... Нормальное... Здесь единственное, что можно было бы развить, это... Вот я все-таки с Валентином не согласен, что Белевин простая желтая литература. Такая вот мусорная имя, которое легиона. Я думаю, что это не так. И вполне можно преодолеть отвращение, положить рядом Левина... Сорокина любимого, да? Нет, ну, не Сорокина, но какого-нибудь действительно желтого писателя. Сейчас же эта тема про вампиров на самом деле дико популярна. Вот эти бесконечные книжки, саги, потом какие-то фильмы выходят одни за одним, которые просто... популярностью пользуются. И можно просто сравнить, что делают с этой темой вампиров бульварные писатели, у которых миллиардные тиражи и Голливуд их продуцирует. И что делает Пелевин. Я думаю, разница есть существенная. Ну, а больше тут действительно чего еще? Скажем, что это развращение для интеллектуалов? Ну, не знаю, можешь позиция высказать. Развращение интеллектуалов, да? То есть, те бывают и писатели развращают вообще народ, а такие, как Пелевин, они просто развращают. Развращают людей, которые немножко научились мыслить. а я всегда добавлю к этому так, понимаешь, есть говно и мухи летят на говно, а есть мед и пчелы летят на мед. Так что, если мы знаем, понимаем, что Пелевин это говно, то те, кто его считает, это просто мухи. Вот и все. Ну, все, ну, если я же будем снисковать, то я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok